но это же чудо это сказка то что вы видите сейчас интригую ребят я на это уникальное дерево хотите верьте хотите нет это то чего я не мог достичь и всегда горжу своими учениками так вот это вот никто не справка и тарел по морозной кости считается слабее персика но это считается это не факт у нас много мифов и так перед вами не тарел обратите внимание только что заметил он по-моему и висит а вот она плодик не подумайте что он здесь привязан крупный план видео льда красота какая дело в чем я так получилось вставила сюда похватился а где автора где его письмо лихорадочно искал памяти нет не нашел сделал хитрее я сейчас друзья обрисую это учеба будущее этого дерева плохое будущее жертвенное дерево вот но польза для всей страны там когда мы перейдем в ту комнату где у нас переписка вопрос ответ я прошу автора он должен быть с нами этого этих фотографий владельца этого уникального дерева из косточки по крайней мере может быть он даже привитый но можете с косточки я я уже сомневался ну старею так вот это уникальное дерево пусть он отзовется пусть назовет если хочет свои регалии по имени отца адрес а может и не надо почему не надо должен быть такой период затишье то есть мы видим уникальное дерево вот скорее всего но что я виноват что так что это таким родился без памяти я родился без памяти мне всю жизнь приходилось законы изобретать так как не мог запомнить ничего не аугиврии не геометрии вот приходилось самому все придумывать и получилось так что я на данный момент не знаю ничего кроме вот я люблю фотографии искать фотографии это очень долго у меня переписка огромная я тогда подумал а это хорошо интригую сейчас поймете насколько важно а дальше захочет раскрыться автор по принципу маска я тебя знаю раскроется и так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двадцать тридцать допустим 40 веток допустим уже сейчас бы желательно бы ну каждая это еще полноценных прививок тут наверно ветки довольно длинные ветри прививки самая полноценная и того сотня если бы найти сейчас куда бы эту сотню пристроить почему все равно дерево придется аж мы не аж выгивать это неправильное слово отрезать ветки почти целиком по той причине иначе снова не нарастут но если в этот человек кодом бы раньше заказал у меня ну например тысячу косточек вырасту девятьсот сенсор он бы сейчас миллионером стал особенно после специальной расходки вы понимаете что такое нектарин привиты на мой маньчжурский абрикос у меня же не просто маньчжурские а эти самые не просто персики которые мы называем хасадские вот не просто а именно привиты на маньчжуре с невероятной морозной костью у меня в неукрованной форме роста да подмерзают бывало гибнут но я из принципа их не укрывает вот и так чуть-чуть год не сходится уже сейчас бы росли бы эти ну хотя бы сотня бы маньчжурских абрикосов чтобы один на них вот уже весной привить эти ветки бы заготовить это когда ударит мороз заготовить их дождаться весны и вы уже возраст сотня уникальных этих но еще ничего не потеряно а если супер зима а он мертв итак первый этап в декабре месяце до декабря вряд ли будут морозы за 30 будьте добры отрежьте все ветки и холодильник зачем ну холодильник погреб зачем я сам не знаю но у меня когда наступила это нищета когда мне сожгли сад куда все деньги были вложены садом все все огурцы все сгорело все оборудование сгорело и вот тогда я таких вот пяти деревьев продал все ветки срезал на что-то надо положить а это уже 40 градусов и деревья мы все взяли и померзли я это учеба я железом достаю с погреба ветки привая у меня второе поколение ну если брать больше хозяин после третьем поколении здорово да в общем думайте что с ним делать если бы сейчас бы это сотни бы росла бы маньчжурских абрикосов виде однолетних саженцев они за один год вырастает вот с такими вот ветками то есть штампами готовы прививки за один год практически все вот что вы будете дальше делать я не знаю я считаю что перед нами чудо и чудес я знаю что он так же как мой маньчжурский ой это самый этот самый хасанский мой персик покорил россию вот что там сколько этот олег олег олегович или все иванович мезинов или макаров кто из вас то один скотчик персика взял да просто подарил человек хорошим человек представляете каким масштабами пошла по стране это все нужно спасать это уникальное дерево я бы еще раз говорю если бы наука следила бы за нами за моими учениками за нашими достижениями а это еще и не мой носит берем шире или шире решился и накажем дерево белочка так все хозяин вот тебе 100 тысяч но можете согласиться за 100 тысяч продешевил бы ладно полмиллиона это теперь бирочка это теперь какой-то ближайший институт принадлежит ему дальше студенты раз я учу всегда самая лучшая обмотка это белая стеклоткань все вы полностью до верхушек обмотали поверьте не сопрела бы ничего поверьте железу и сохранили бы а на случай а вдруг аномальный мороз рассказываю еще это тоже учеба и так я читаю какой-то журнал и там доктор наук пишет вот у нас заметьте речь идет о каких-то диковинных краях вроде бы наших окачьями люди же знаете это как пустили уже не красавиевском крае краснодарском а херня все это поняли да как со мной разделались ладно теперь а ведь допустим статья разговаривался не могу иначе полезно и так друзья подмосковье каждые 11 12 лет случается сорок градусов мороза из практически это его чё купил то продает статья официально доктор наук и после этих сорок градусов морозов практически все погибает а потом возрождаем с нуля но ничего друзья вот заметьте о селекции ни слова ничего друзья мы должны пока до следующего мороза через 11 12 лет такого же страшного успеть посадить вырастить получить несколько коврожая потом все замерзнет ну что делать судьба наша такая подмосковная у нас не африка вот а если сюда добавить еще особую селекцию ту самую называется вегетативная гибридизация вот и тогда вот итак спасайте это дерево я все сказал